Итак, с осени прошлого года в Крае появились сертификаты дополнительного образования. Они были разработаны в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. С помощью этого документа родители могут записать ребенка в кружки, студии и секции не только муниципальных, но и частных образовательных организаций. Сертификат может использоваться в качестве оплаты. Это возможность ребенка получить дополнительное образование за счет государства. Как работает сертификат? Какие есть нюансы при его использовании? Об этом мы попросили рассказать нашу гостью в студии Ирина Ивлева, заместитель начальника управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Хабаровского края. Здравствуйте. Ирина Михайловна, что дает сертификат на дополнительное образование и кто может его использовать? Вы знаете, действительно, дополнительное образование – это очень серьезная ветвь системы образования. Вот вы сказали, что более 70 тысяч детей занимаются дополнительным образованием. На самом деле это так, но это дополнительное образование, которое кружки в школах. А ведь у нас еще есть большая отрасль – это учреждение дополнительного образования. И в целом, если говорить по краю, то 77% всех детей края от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. Любого ребенка возьми, в какой-то кружок он ходит, в какую-то секцию он посещает. А это какой процент получается от общего числа? 77. Вот на сегодняшний день 77. А как раз успех каждого ребенка, национальный проект, ставит нам задачу выйти на 80%. Поэтому у нас для этого есть все ресурсы. И сертификат дополнительного образования – это тот механизм, который призван повысить охват детей дополнительным образованием. Сертификат может получить любой ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Сертификат выдается один раз ребенку, это именной сертификат, и действует до его совершеннолетия. Но сертификат – это не тот документ, который можно подержать в руке, там, вставить в рамочку и каждый день на него смотреть. Сертификат – это номинальный идентифицированный номер, который присваивается ребенку в информационной системе. И потом по этому номеру за ним следуют деньги государственные, которые оплачивают его дополнительное образование. Это по большому счету электронный сертификат. Да, электронный сертификат, совершенно верно. Как он, получается, работает? То есть в каких типах учреждений его можно, например, применить? Сертификат используется для записи на образовательные программы в тех учреждениях, которые внесены в навигатор дополнительного образования. Есть автоматизированная система в Хабаровском крае, это у нас 27.pfdo.ru. И в этой системе есть ряд образовательных организаций дополнительного образования, которые принимают сертификаты. Чем больше этих организаций, соответственно, тем больше у ребенка возможности этот сертификат активировать. Если говорить о типах учреждений, то сертификат принимается как в муниципальных, государственных, так и в негосударственных частных учреждениях дополнительного образования. Я правильно понимаю, на ребенка оформляется индивидуальный номер, да, и после этого он идет, выбирает просто какое-то из учреждений, приходит к нему, говорит, здравствуйте, я хочу у вас заниматься, и потом перестает платить, за него платят как раз-таки государственные. Совершенно верно, кроме одной детали, ему не нужно идти в учреждение. Он это учреждение, программу и даже педагога может выбрать в этой информационной системе. Он выбрал учреждение, выбрал кружок, выбрал педагога, посмотрел все достижения педагога, утвердился, что он сделал правильный выбор и активировал свои учреждения. А вот получается этот электронный сертификат на услуги дополнительного образования, он как-то определяет, ну не знаю, например, одна единица, да, там, например, один курс, например, образовательный, либо там какое-то 10 занятий, там 100 занятий, либо это какая-то конкретная сумма. Ситуация немножко другая. Есть учреждения дополнительного образования, которые оказывают услуги в рамках муниципального задания, когда им учредитель дал определенную сумму денег, и на это они оказывают услуги по доп. образованию. Эти программы бесплатные для родителей. А есть программы платные, которые рассчитаны на стоимость. И вот в каждом у нас муниципальном образовании Хабаровского края принято свое положение о персонифицированном финансировании дополнительного образования. И это положение определяет стоимость сертификата. То есть не привязываясь к конкретным цифрам, в городе Хабаровске стоимость одна, в Нанайском районе стоимость другая, в Комсомольске-на-Амуре стоимость другая. И когда ребенок заходит на портал, он видит стоимость программы. И родитель или ребенок, он понимает, на ту стоимость сертификата, которая у него утверждена в той территории, где он живет, он может выбрать одну программу или две программы, а может выбрать три программы, но тогда немножечко родителю придется доплатить. То есть ориентируются родители вот таким образом. То есть такая возможность все-таки есть, родителей доплачивать можно? Конечно, да. Такая возможность есть. То есть если номинальная стоимость сертификата меньше, чем стоимость сертифицированной программы, на которую хочет пойти ребенок, то тогда родителю нужно будет доплатить. Для этого заключается отдельный договор, который также размещается в этой информационной системе. Именно договор является призванием того, что родитель должен оплатить. А вот если ребенок, например, пошел на один кружок и позанимался, потом решил, что он хочет на другое перейти, на другое занятие, как быть? Или вообще в другое учреждение, например? Как быть в такой ситуации? Знаете, я всегда говорю, что дополнительное образование чем хорошо? Что позанимался, не нашел себя, перешел в другой. И, безусловно, было бы неправильным, если бы деньги остались в том учреждении, в котором он походил, но понял, что это не его. Поэтому система персонифицированного дополнительного образования тем и хороша, что деньги идут за ребенком. Родитель понял, что ребенок не будет ходить, расторгнул договор, заключил договор с другой организацией, деньги пошли туда. А ограничения какие-то есть у сертификата по сроку действия? Вообще сертификат выдается до достижения ребенком 18 лет. Вообще во всех ли районах края доступна вот такая услуга? Знаете, на самом деле в системе персонифицированного дополнительного образования принимают участие все 19 муниципальных образований. Но ряд территорий на сегодняшний день, это Аяномайский, Нанайский, Охотский, Ульчский и Тугурочумиканские районы, они работают пока только как сертификат учета, то есть деньги не идут за ребенком, поскольку там больше бесплатных кружков. Но эти районы проводят работу для того, чтобы тоже выйти на такую систему. Ну вот сертификат начал работу свою в том году. Как можно оценить успехи или, может быть, были наоборот какие-то минусы выявлены? Ну, не скажу про минусы, скажу про сложности. Поскольку система новая, да, и не бывает такого, чтобы новую систему внедряли, и никаких сложностей не было. Были, конечно, сложности. И сейчас прошел год, и нужно констатировать, что сертификат, на самом деле, родителями очень востребован, потому что родители понимают важность дополнительного образования для ребенка. Если за 19-й год у нас было активировано сертификатов более 74 тысяч, то вот уже за 8 месяцев 2020 года 83,5. Это говорит о том, что родители поняли эту систему, разобрались, как это делать, и это работает. На самом деле, как я понимаю, схема работает не так уж и сложно. Ирина Михайловна, спасибо вам большое. Если у родителей остались, у наших зрителей, какие-то вопросы, как воспользоваться этим сертификатом, то всю информацию вы можете получить по адресу, который расположен здесь, внизу на экране. А у нас в гостях была Ирина Ивлева, заместитель начальника управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки края. Министерства образования и науки края. Министерства образования и науки края.